что нам отмерено, сколько-то на этой земле. И вот это то время, которое у нас есть для того, чтобы помыслить о своей жизни, для того, чтобы искать Бога, для того, чтобы Бога найти. Сегодня время, когда мы будем с вами размышлять на таком понятии, как исполнение слова. Есть известные слова, которые мы читаем, раз вы иногда будьте исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающие самих себя. Это послание Якова, это первая глава, мы будем читать чуть позже, с 22 стиха. Но вот интересно, прежде было бы размышлять, что, вы знаете, такая тема, которая, казалось бы, весьма знакома нам, иногда даже очень знакомая тема, может показаться незнакомой, если мы проявляем проявлением внимания к тому, о чем наш брат Виктор с утра нам возвещал, контекст. Контекст – очень важное правило вообще в понимании Священного Писания. Не просто, что сказано, но кем сказано, где сказано, для чего сказано. Иногда это приносит очень серьезную разницу в наше размышление. Например, мы можем открыть Священное Писание на определенной странице, прочитать определенные слова, и мы там прочитаем, написано «нет Бога». «Нет Бога». Вот как так, да? Атриста подойдет и скажет «нет Бога». Вы скажете «знаю, вот написано». Безумец сказал «нет Бога». Сказал безумец сердца своем. В салон 52 стих «нет Бога». Развратились они и совершили гнушные преступления. Контекст очень важную роль играет в понимании того, что говорит Священное Писание. Какой-то кусочек, взятый в непонимание того, в какое время и каким обстоятельствам это сказано, может изменять смысл сказанного, смысл Священного Писания. С точностью, да наоборот. Мы часто об этом говорим, рисуем вот эту иллюстрацию. Я люблю рассказывать, что Священное Писание, если взять его во всей целости, как оно есть, оно рисует некую картину. Эта картина состоит из разных фраз, разных предложений, Священного Писания. Но для человека, этой картины не знающего, в принципе, можно прийти, выхватить кусочек отсюда, кусочек отсюда, сложить их своим образом, показать и сказать, вот что говорит Священное Писание, а там что-то совершенно чуждое. То есть, сказать, ну смотри, это же из Библии, это из Библии, это из Библии, это из Библии. И вроде и не возразишь. Все еретические движения, начиная от самого начала, они еще от Церкви, вот такую аналогию приводят, ну более такую, конечно, архаичную, но тем не менее, как бы уже изначально людям, следущим со Священным Писанием, ну понималось, что как бы Священным Писанием можно играться. Можно играться. И единственное надежное противоядие против этого, это понимание самого Священного Писания, это понимание той картины, которую оно рисует, потому что тут уже ты, никуда тебе, ну, провести будет сложно. Если тебе покажут какое-то искусственное нагромождение, ты скажешь, а зачем вы фару к колесу прикладываете? Они, извините, не из одной оперы. Фара вот там, колесо вот там, все на своем месте. А то, что вы вот мне здесь нарисовали, это из какой-то вот фантастики, это не то. Очень важно для нас понимать контекст, он играет важную роль в понимании любой информации, любого текста, особенно, конечно же, в понимании Священного Писания. Для нас Священное Писание драгоценно, мы ценим его крайне высоко, потому что только Священное Писание дает нам неискаженное понятие Бога. Каков Он? Каковы Ему намерения по отношению к человеку? Каково Его желание к душе человеческой? Что Он желает там произвести? Только Священное Писание полноценно и непревратно на эти вещи, размышляя, дает ясный ответ. И наш очередной текст, который мы будем читать, он из послания Якова. И вот вы, наверное, открыли уже послание Якова, первая глава. С одной стороны, он нам такой знакомый. С другой стороны, сегодня мне хотелось бы прочитать его, возможно, несколько необычным для нас образом, оттолкнувшись от контекста. Оттолкнувшись от того, что, собственно, говорит Аков в этой главе, говорит выше, говорит ниже. Итак, послание Якова, первая глава, мы прочитаем с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненно от мира. Аминь. Итак, мы прочитали этот отрывок. Какие знакомые для нас слова, какие важные. Нам нельзя их пропускать, хотя мы и читаем, и говорим о них, размышляем многократно. Я хотел бы начать с того, что сформулировать основной посыл, основной тезис апостола Иакова, как я здесь в этом тексте его вижу. Посыл звучал бы следующим образом. Иаков обращается к своим слушателям и говорит, вместо того, чтобы обижаться на Бога, исполняйте слово. Вот на протяжении всей половины первой главы, второй половины первой главы, он пытается, заходя с разных сторон, донести вот эту мысль. Вместо того, чтобы обижаться на Бога, исполняйте слово. Давайте разберем первую часть вот этого тезиса, этого посыла, и увидим, что о ней говорит Иаков. На самом деле, вот эта часть, она находится в тексте до того, что мы прочитали сейчас. Мы здесь будем, наверное, больше вспоминать то, о чем говорили на прошлом собрании, когда Иаково читали. Есть такие сердца, есть такие чувства в сердце человека, которые можно характеризовать как обида. Знакомая вообще речь? Я ни о чем. Инопланетно не говорю. Обида. Или, например, досада. Да? И появляются они в наших сердцах, в сердцах человеческих, по самым разным поводам. Можно испытать чувство обида от того, что, ну, тебе сказали, что ты обидна. Это, наверное, самая типовая ситуация. Но не только. Обижаться можно совершенно на многих других обстоятельствах, на других ситуациях. Например, обидно может стать вдруг за себя, за свое время. Вот человек не пришел вовремя к тебе, а мне обидно. Я ведь раньше встал. Я ведь мог это время поспать или чем-то еще позаниматься. А я вот здесь сижу, понимаешь ли, всем ветрам предоставленный, дождь на меня капает. И так обидно за себя любимого. И вот, не знаю, бывает у вас чувство обиды? У меня бывает. Чаще, конечно, это чувство обиды, оно в человеке вспыхивает по отношению к другому человеку. к людям, к каким-то обстоятельствам, когда нас подводят. Или когда мы думаем, что нас подводят, когда нам кажется, что нас подводят. Но дело в том, что такие же переживания можно ощутить и по отношению к Богу. Чувство боли, чувство досады, чувство обиды. Ведь он всемогущий, он всезнающий, он все может, у него в руке все ключи от всего, что только можно. Почему он со мной так? Вот это попустил, вот этого не сохранил. Мне же так тяжело в этих трудностях, ведь не будь мне так же не тяжело, я ведь бы мог бы вот, я бы так ему мог служить. Я бы такие дела мог делать, и такие слова говорить, и таких высот достигать. А Бог мне вместо этого вот так вот. И, знаете, я бы сказал, что духовная такая вот незрелость, она, наверное, будет характеризоваться тем, что человек будет часто впадать вот в подобные искушения. Такое вот родо препятствие, оно будет часто его посещать. Он будет часто, так это вот, где-то натыкаться на чувство досады по отношению к Богу. Господи, ведь я ведь собирался вот это вот сейчас сделать. А раз, и тут так вот получилось. Зрелый человек во Христе, однако, научается доверять Богу и уповать на Него, и уповать на Него в самых разных обстоятельствах. Конечно, в Евангелии мы это видим, вдоль и поперек, видим в жизни святых человеков Божьих, которые уповали на Бога, где бы они ни были. Мы можем апостола Павла вспоминать, которого жизненный опыт, жизненные испытания были такие, что они зашкаливали, наверное, наши во многой степени. И мы видим удивительную вещь. Он нигде не обижается на Бога, он уповает на Него во всех этих обстоятельствах. Мы можем вспомнить Иакова из Ветхого Завета, который тоже досталось ему в жизни. Немало испытать, и братья его предали, и он там скитался, скитался. Иосиф как? Иосиф, спасибо, прошу прощения. Иосиф, конечно же, конечно же, Иосиф, я думаю, вот ему-то вообще как легко было подумать. Ну я, ну сыну, отца, ну любимый, у меня вот все перспективы мои, вот мечтай, не перемечтаешь все. И тут в самом начале моей замечательной жизни, карьеры и всего прочего, меня вдруг куда-то в рабство, в каких-то я тюремах там служу, у какого-то потифара, ведь можно было огорчиться, как говорится, и не напрячься нисколько. Мы видим людей, которые уповают на Бога в этих обстоятельствах. Господь попустил, значит так оно. И они даже и не мудрствуют особо, и уповают на Бога. И вот, когда мы читаем слова Иакова, то мы видим, что подборка тем, к которым он обращается на протяжении второй части первой главы, она как будто бы отвечает именно на эту проблему в сердцах человечества. Посмотрите, в прошлый раз мы об этом говорили, я не буду перечитывать, для экономии времени мы сейчас пробежимся просто по этим темам, как раз их раскладываем. Во-первых, он вспоминает о том, что Бог не искушается злом, да, и не искушает никого. Другими словами, любые твои недобрые мысли, твои поступки недобрые, настроение недоброе, это чья вина? Или может быть, вот Бог что-то вот как-то не так, не то. Это же Он уже допустил тебе твои оставительства. Может, Он виноват? Нет, конечно нет, конечно нет. Иаков решительно противостоит попытке возложить вину на Бога и за то, что, за что-то сделать Его виноватым. Как-то мы были на бастерской конференции недавно, и там вступали братья-американцы, интересные очень люди, глубокие очень люди. Была сначала учебная сессия, и там некоторые из наших братьев были, и там они как бы на порядок проще говорили, такие уже знакомые вещи, когда уже они остались с бастерским составом, они стали говорить куда глубже, они взяли к нему бытия, я много лет переводчик, я всякого повидал в своей жизни. Хочу сказать, очень достойные люди, очень глубокие люди, очень понимающие люди. Было очень приятно переводить и удивляться чудным делам Божьим, и как Бог удивительно свое описание вдохновил. И вот они тоже вспоминали, в первых главах бытия мы помним вот это событие грехопадения Адама, грехопадения Евы, его вначале, вот эти изменения внутренней проблематики в жизни, когда грехопрадение произошло, духовная смерть состоялась, и мы видим, как они начинают с Богом себя вести. Адам, что это ты сделал? Ну, это вот жена, которую ты мне дал. Тут даже как бы основной прицел не в том, что как бы найти виноватого. Это мы по большому счету с этим знакомы, понимаем, как это оно, кто виноват, ну, кто-то виноват. Я, конечно, не могу быть виноват, это все они. А здесь еще то, что здесь такой посыл со стороны Адама, что, ну, это же жена, которую ты мне дал. Кто виноват? Ты виноват. Ты дал, ты дал. Ну, так что ты хочешь? Вот она мне дала, я ел. Согрешил, конечно, но и, ну, Ева там тоже, да. Ева, что ты сделал? Вот, змей дал мне, я ел. Яков противостоит попытке возложить вину на Бога. Бог не искушается злом, Бог не искушает никого. И далее он говорит, что вы не обманываетесь в природе Бога, от Бога исходит только благое. Помните, что он говорит, не обманываетесь, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит откуда? Свыше от Отца Светов, в котором нет изменения, ни тени, ни перемены. Он возродил нас через свое слово, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Его действие в нас, оно благое, оно доброе. Он дарвал нам жизнь. Потом Яков переходит к теме, он говорит, не торопитесь гневаться. То есть, видите, от попыток Бога сделать виноватым, он тут же переходит к теме гнева. Ну и вот, я так здесь вижу такую взаимосвязь, что это чей гнев? Это вот тот самый гнев, который, если Бог виноват, как мы начинаем на эту тему себя чувствовать? Если мы так думаем. Мы начинаем греться, как говорят, напрягаться, гневаться, и он говорит, ни в коем случае так не должно делать. Всякий человек, да будет скор на слышание. Медленно слова, медленно гнев. Гнев человека не творит правды Божьей. И переходит уже к слову, отложив нечистоту и остатки злобы. Если есть эти остатки, то вы примите в крутости насаждаемое слово, могущее спасти наши души. И вот здесь мы переходим к основе нашего текста, который мы читаем. И я еще раз повторю нашу тему, нашу шапку. Вместо того, чтобы обижаться на Бога, исполняйте слово. Мне кажется, это тот вывод, который Яков хочет привнести в душу слушателей. Вместо того, чтобы обижаться на Бога, исполняйте слово. Как он об этом говорит? Как он к этому подходит? Вот это такой очень важный призыв в словах апостола Павла. И самое-самое первое, что он говорит, он предостерегает от того, чтобы нам не оказаться в положении обманывающих самих себя. Он говорит, будьте исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ну, здесь, конечно, мы должны понимать, что слушание слова оно само по себе есть доброе дело. Доброе, друзья мои. И даже это можно поставить вне зависимости от его исполнения или от его неисполнения. Если человек слушает слово, это уже хорошо. Потому что вера от слышания, от слышания слова Божьего. Если человек не слушает, у него и шанса нет. Если человек слушает, у него всегда есть возможность встрепенуться, очнуться, что-то вспомнить. Нет возможности вспомнить у человека, который не слышал. Есть возможность всегда вспомнить у человека, который слышал. Почему так много, много мы видим, когда люди, испытав благодать Божию, обратившись к Нему, испытав какие-то трудности в своей жизни, какие-то соблазны, где-то отпав даже от Христа, может быть. Но, тем не менее, у них остается вот эта память. То, что они слышали. То, что Бог делал в их жизни, в их сердце. И чем сильнее этот след Божий, тем проще им иногда, через какое-то время, иногда более длинное, иногда более короткое, вернуться к Господу, раскаясь и сказать, Господи, на самом деле я без Тебя не могу. Я снова пробовал лежать там на этой полке злобомной и пить из этой лужи. и как-то чем больше пью, тем меньше хочется. Хочется обратно, хочется домой, в Божий дом, там даже слуги избыточествуют хлебом. Если человек слышал Слово, у него есть возможность так вернуться. Зачастую люди, которые не слышали, им некуда и возвращаться. Они думают, где надежда? Нет надежды. Все, я готовился умереть, нет выхода. Его не может быть. Поэтому первый шаг для человека все равно стать слушателем. То, что мы слушаем Слово, это хорошо. Слава Богу. В каких бы обстоятельствах это ни происходило, когда человек так делает, так поступает, когда он слушает Слово, я всегда говорю ему слава Богу. Молодец. Это замечательно. И, конечно же, как служитель я буду учить его делать и тот второй шаг, о чем говорит А. Когда? Который заключается в том, чтобы слышанное Слово исполнять. Потому что зачем мы, собственно, Слово слышим? Для того, чтобы его исполнять. Мы помним слова Господа Иисуса Христа в Евангелии, когда он говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете, не исполняете того, что я говорю вам, чтобы его исполнять. И вот когда Яков вот эту истину осаживает в сердцах людей, когда он ее озвучивает, он дает два отрывка, два, мне бы хотелось так сказать, примера, наверное. Один из них прямо явная иллюстрация. Иллюстрация про зеркало. Кто слушает Слово и не исполняет, подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Все ли знакомы с таким предметом, как зеркало? Все. Кто сегодня не заглядывал в зеркало? Скорее всего, все. А если кто-то и не заглядывал, наверное, только по каким-то форс-мажорным обстоятельствам. Мы живем в такое время, когда зеркало это очень важный предмет нашего обихода. И вот эта иллюстрация, которую Аков рисует, она очень красиво, мне кажется, показывает дело, сделанное наполовину. Зачем вообще люди подходят к зеркалу? Подправить. Какой интерес любоваться, как здесь написано, природными чертами лица своего? Есть они у каждого из нас. Природные наши черты лица. Есть там элементы постоянные в наших чертах природных. Там разрез глаз, форма носа. Есть очень переменные вещи. Это, например, наша прическа. Здесь, наверное, сестры меня лучше понимают, братья где-то. Но я тебя тоже понимаю. Хотя братьям где-то проще. Встал, провел, готов к выходу на поле боя. Скажите, пожалуйста, сможем ли мы навести на себе порядок без зеркала? Ну, это навык сильной ноги. Вот уж я даже не знаю, возможно ли. Даже очень опытные люди пользуются ли этим на практике. Вы знаете, в детских лагерях христианских даже такая вот забава детская есть, когда надо будет с завязанными глазами друг друга либо там что-то накрасить, подкрасить, либо там накормить. Такие всякие фокусы, они всегда вызывают безудержное беседе. Всех охочен, потому что, ну, когда ты не видишь, это ну все. Ты там начинаешь друг друга так раскрашивать, это не сымитировать никак. Вот. Для того, чтобы что-то поправить, первый этап, и он очень важный, это как-то вот зеркало поработать, да, посмотреть, что не так. Слово это, используя иллюстрацию, яково, он к зеркалу подошел от чего? От слова. Слово это зеркало. Только глядя в слово, мы вдруг начинаем понимать, какой я. Потому что, ну, внешность нашу, да, мы можем оценить с помощью зеркала обычного. Посмотрел, вот так и так, понимаешь, чего делать. Как оценить то, что внутри нас? Наше сердце, нашу жизнь, кто я такой? С помощью человеческих каких-то мнений, философии мы никак не оценим этих мнений. Вот вы маленькая тележка, и быстрее запутаешься в них, чем что-то оценишь, и они все относительные. Только когда мы смотрим в зеркало, в зеркало Божьего слова, там мы начинаем видеть себя. Начинаем видеть, что так, а что не так. О, борода нормальная, можно не причёсывать. А вот на голове, на голове караул. Только глядя в слово, мы понимаем, что у нас так, а что у нас не так. Что у нас, благодарю тебя, Господи, с чем надо работать. Но мы понимаем, что посмотреть в зеркало, это всегда всего лишь что? Половина. Половина дела. Кто из нас может сказать, что он вот, единственное, что делает, это вот смотрит в зеркало, и всё нормально, и сразу всё поправляется. Да. Самый опрятный в мире человек. 26 заглядываний в зеркало в день, и всё путём. Ну, если только он живёт в какой-нибудь консткавере, где микроклимата, отсутствие всех воздействий, может быть мумия фараона египетского. Там точно зеркало не сильно нужно. Но для человека нужно для того, чтобы вот свершилось, да, вот это дело, о котором говорится, для того, чтобы оно было, осуществилось, важно первое, а за ним второе. Важно увидеть, что не так, а вторым этапом сделать, исправить то, что не так, предпринять какие-то действия. И вот, об этом акка пытается сказать. Посмотрел, отошёл, забыл даже, каков ты. Но оно на самом деле всё такое же осталось. Можешь годами смотреть в это зеркало духовной жизни и годами видеть, что у тебя там много чего надо менять. Иногда люди говорят, ну вот, бывает такое в церкви, бывает человек, ну вот он 15 лет там ведёт себя или что-то себе допускает. Почему такое происходит? Мне кажется, Яков вполне даёт ответ на этот вопрос. Из двух частей он занимался только первым. Он смотрел в зеркало. Ну, может даже не сам смотрел, может быть, когда проповедник с кафедры возвещал и выхода нет, приходится смотреть. слушаешь, уникаешь, как-то оцениваешь, на себя переводишь, понимаешь, вот здесь не так. Но, вот в точности, как Аков говорит, вышел, ну забыл, другие дела, заботы, в магазин надо сходить. Вот, всё это как-то заглаживается. Яков говорит, так не должно быть. Так не должно быть, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и приводит в нём. Почему Аков такие словосочетания, как можно было бы сказать, накрученные, используют? Закон совершенный, закон свободы. Во-первых, он дистанцируется от закона ветхозаветного. Ветхозаветный закон был закон, данный Богом, но он был несовершенен. Он не мог исправить, он не мог спасти. Он тоже, как зеркало, немножко показывал себя. Тот закон, который Христос принёс, если мы будем уж использовать это слово, вообще, конечно, мы говорим, что Христос принёс благодать, он принёс спасение, он принёс возрождающий, силу свою, которая способна всякого грешника из любой греховной глубины поднять, извлечь, простить, очистить, омыть, поставить твёрдо, дать силы противоставить греху. Вот в этом ранге Новый Завет у нас гласит, уже тут места закону ветхозаветному нету, и поэтому отделяется такой границей Яков от ветхозаветных терминов, говорит, закон совершенный, это закон свободы, мы не под законом, мы под благодатью, и вот кто прибудет в нём, прибудет в нём, другими словами, смотрит, исполняет, живёт этим, тогда он уже, да, он уже не слушатель забывчивый, он исполнитель дела, он блажен будет в своём действовании. И вот ещё два стиха он здесь прибавляет, мне кажется, как такой вот тоже пример как бы на практике жизни, как это может быть. Если кто думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце у того пустое благочестие, то есть человек думает, что ну всё нормально, а что, в церковь хожу, слово, слушаю слово, слушаю. Но если в этом зеркале он видит, кроме всего прочего, что язык не обузданный, это как внешнее проявление, язык, не обузданность языка можно заметить. Обольщение в своё сердце это внутренняя характеристика. Как её узнаешь, как её вычислишь? Со стороны ну по каким-то посленным признакам плюс с какой-то относительной долей точности, можно предположить. Вот. Это характеристика, которой сам человек может сказать. Я обольщаю себя. Я обольщаю себя. Мне хотелось бы думать о себе так, но на самом деле что-то иное, что-то иное. Яков говорит, когда вот так вот и во внешнем, и во внутреннем человеке зеркало показывает иное, это ещё не благочестие. Это ещё не благочестие. То, что ты зеркалом пользуешься, как бы этого мало. Этого мало. Надо, чтобы вторая часть была сделана. Не только слышание, не только глядение в зеркало, но и действие по увиденному. Чистое и непорочное благочестие. Он начинает открывать, что есть благочестие перед Богом? Кто? Есть человек благочестивый. Я ему говорю, чистое благочестие перед Богом и Отцом. И даёт тоже два примера из внешней жизни, из внутренней жизни. Есть то, чтобы презирать сироти, вдов в их скорбях. Для Бога это очень важная установка. Поддержи человека, у которого немощен, у которого меньше сил, чем у тебя, который нуждается в твоей помощи. В этом завете Бог особенно указывал заботу и поддержку сиротам, вдовам, пришельцам, как они назывались. То есть люди, как сегодня, мы их назовём, там, беженцы, да, вынужденные переселенцы, которые откуда-то приехали, и вот. Они особенно уязвимы. Вот оно, чистое неборочное благочестие, которое проявляется в жизни. Ну вот, сколько раз мы об этом, скажем так, вспоминаем, раз иногда в собрании, что мы призваны благословлять, призваны помогать, призваны служить. И обязательно мы можем это соединяйте с тем, насколько это при проявляется в нашей жизни. Если у нас те моменты, даже на постоянной, я бы сказал, основе, где мы стараемся частичку себя, больше или меньше, в зависимости от наших обстоятельств, вложить вот в такое служение. Как вы говорите, вот оно, чистое неборочное благочестие перед Богом, презирать сирот и вдов в их скорбях. Здесь, я бы сказал, у нас очень огромное поле для служения. Потому что, наверное, куда бы мы ни посмотрели, есть люди, которые нуждаются в помощи, в поддержке, в ободрении. Везде, везде. Тут я даже не стал бы исключать как-то центр реабилитации. Иногда вот люди, которые у нас на программе, в собрании бывают, они всегда думают, ну вот, половина из того, что говорится, она говорится для того момента, когда я выйду в свободу из жизни. А там смогу. А здесь-то я что могу? Я ничего не могу. Я человек подначальный. Мне сказали, направо поворачиваться, я поворачиваюсь, налево я поворачиваюсь. Центр реабилитации идеальное место, куда приходят люди с массой проблем, которые нуждаются, нуждаются в помощи, в благословении, в ободрении. И, ну, много не надо для того, чтобы это отдавать. Наверное, только искреннее желание. И Бог дает все остальное. Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сироты в добрых скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вторая характеристика, вот тоже мы видим по такой аналогии Якова, она всегда уже из внутреннего мира. Что значит быть неоскверненным от этого мира? Скверна она же тоже на поверхности у нас не будет. Это некая внутренняя наша характеристика. Это внутреннее наше проявление. Это некие повадки сердца, которые могут быть сформированы либо действием Бога в нас и Божьего Слова в нас, либо действием мира в нас. И когда мы мир вот так огульно в себя запускаем, слышим, смотрим, слушаем, к большому счету в этом нет ничего самом по себе греховного. Христос ходил по этому миру и смотрел на этот мир и сидел с блудницами рядом и им возвещал о Царстве Божьем и не осквернился нисколько от этого. Но здесь все равно есть разница не столько пребывания в мире, столько в то, как мы, где мы, что мы, каким образом мы все это воспринимаем внутрь себя. Просто ли воспринимаем как повод для молитвы, как повод для того, чтобы обеспокоиться и что-то, может быть, изменить или повод для того, чтобы пускать это все в свою душу, формируй меня мир, как хочешь. Я буду таким, как все. Вот такое наставление для нас оставляет Яков. Я еще раз повторю общую тему. Вместо того, чтобы бежать на Бога, исполняйте слово. Вот к этому он зовет. Он начал главу с того, что когда он писал ее к людям, которые находились в сложных обстоятельствах, он оставлял их в том, чтобы они с радостью могли встречать различные обстоятельства, трудные обстоятельства, сложные обстоятельства, потому что Бог, совершая свой труд в них, он достигает своих три целей. И здесь он выправляет вот эти две вещи. Не допускайте себя до обиды на Бога, не обижайтесь на Бога. Вместо этого исполняйте слово. Это та самая важная вещь, для которого слово и дается. Слово дается, чтобы мы могли, услышав его, понять, что нам надо менять и менять это. И надо понять, что как и во всем остальном жизни, любые действия наши житейские, они требуют иногда серьезных усилий. Даже сегодня в наши дни для того, чтобы что-то купить, это может быть для того, чтобы хлеб купить, достаточно забежать в первый же супермаркет, найти буханку, протянуть денежку и как бы все сделано. Любой другой предмет, который мы покупаем в наши дни, друзья, мы по интернету и пробьем, и сравним, и отзывы почитаем. Это иногда целый процесс. Потом где-то, может быть, закажем, оплатить надо с карточки, а у нас карточки нет, мы еще кого-то попросим. То есть целый ряд каких-то действий, первое, второе, пятое, мы их вот сводим вместе и на все требуется время для того, чтобы достичь одной отдельно взятой цели. Наша духовная жизнь такая же. Будь это проблемы с гневом, будь это проблемы с непрощением, будь это проблемы с отсутствием постоянства в чтении слова. Хорошо, если мы сможем относиться к ним как взрослые люди, точно так же понимая, что там не будет односложного такого вот одномоментного решения, что я вот помолился как надо и оно все разрулилось само. Нет, это определенные действия с натушей душой, продолжающиеся, особенно если мы будем говорить о каких-то таких моментах, как вот, ну, какой-то навык освоить, что-то изучить или выучить. Мы понимаем, что это та вещь, которая вот требует постоянных усилий в какую-то сторону. И тогда мы что-то достигаем. Пускай Господь нас благословит и научит и утвердит в том, чтобы мы никогда не впадали в эту ошибку обижаться на Бога, но исполняли слово. Аминь. 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 Аминь.